Если выборы кровавого окурка представлять в качестве новости, то там как минимум должно быть что-то необычное и новое. А всем было понятно, чем этот цирк закончится. Причем речь тут даже не о том проценте, которым наградят Путина, а вообще о самой сути мероприятия. Но как для Путина может все это быть новостью, если его аналог Ермака Кириенко разослал по местам ориентировку по процентам, под которую региональные сберкомы должны были подогнать по казуху. Ранее я уже писал о том, что в общем они могли бы ничего не считать, а просто объявить результаты и все тут. Причем объявить их можно было до голосования, ровно с тем же самым успехом, что и после. Скажем так, что изменили результаты независимых экзит-полов, которые показали максимальный показатель проголосовавших за Путина по регионам 55%. А ведь мы знаем, что в нормальных странах, где проводятся выборы, а не назначаются их результаты, разница между данными экзит-полов и фактическим результатом составляет около 1%, в пиковом случае 2%. Или на что могло повлиять то, что на зарубежных участках средний уровень поддержки был около 20%, то есть там говорить не о чем. Какой спустили процент, такой и нарисовали. На самом же деле, к этой теме пришлось вернуться, потому что уже появился ряд материалов экспертов и аналитиков, так или иначе отыгрывающих лозунг «Теперь у Путина развязаны руки». Наверняка многие встречали нечто подобное либо в названиях материалов, либо в их сути. Читая нечто подобное, приходишь к неутешительному выводу о том, что такие писатели так и не поняли сути путинского режима и того статуса Прутина, который он имеет в собственной феодальной державе. Между прочим, на это указывает еще и то, что с победой Прутина поздравили исключительно князьки, царьки и диктаторы разных мастей. Навернемся к формату пророчеств о развязанных руках. Была бы возможность прямо полемизировать с подобными экспертами, у меня к ним возник бы всего один простой и сугубо конкретный вопрос. А именно, кто, как и чем связал Путину руки? Хотелось бы посмотреть в глаза этому такелажных дел мастеру и на тот инструмент, которым были наложены эти путы. И в связи с этим очень важен и другой вопрос. Когда ему эти руки связали? Это уже не риторический вопрос, а действительно ключевой. То есть, в 2021 году, когда он объявил газовую войну Европе и устроил на границе ЕС миграционный кризис, у него руки еще не были связаны или он еще не был отягощен этой неприятностью, или в феврале 2022 года, что у него было с руками? Мы же помним, как он собрал свою ближайшую челядь и задал под камеры вопрос о том, есть ли возражения против войны с Украиной. Что там у него было с руками? Очень сомнительно, что у кого-то найдутся аргументы за то, что у него таки были связаны руки. Но раз так, то ему их кто-то связал в промежутке с февраля 2022 и по день выборов. Причем получается, что связал их кто-то внутри федерации, поскольку выборы сугубо внутренний процесс. Это что же, Путин сбросил чьи-то путы? По большому счету для Пойла ничего не изменилось, и его отношения с собственным стадом не претерпели ни малейших изменений. Сделаю предположение, которое проистекает из-за всего хода этих событий. Его стаду выборы не нужны в принципе. Они – источник нехорошего беспокойства и ничего более. Просто отметим, что сам институт выборов имеет сугубо демократическое содержание и является одним из основных атрибутов демократического общества. Их еще называют волеизъявлением народа. Но ведь у россиян нет и не было воли, и они ничего такого изъявлять не желают и всегда готовы исполнять волю царя. Волеизъявление чуждо им по своей сути, и народа в тюрьме народов нет и никогда не было. Там всегда было рабское стадо. Достаточно внимательно вчитаться в определение слова «народ», чтобы сделать этот простой вывод. Из этого следует, что россиянам ничего такого не нужно. И если взять эти 80 плюс процентов, которые показала Элла Памфилова, как настоящие данные, хотя математика там рвет со всех сторон, то это значит, что россиянам никогда вообще не были нужны хоть какие-то перемены. А выборы – это как раз и есть инструмент перемен и механизм, который обеспечивает смену власти. Проще говоря, единственным назначением выборов является законный, бескровный способ смены власти, а значит, перехода к чему-то новому. Так вот, если принять на веру эти 88 или сколько-то там процентов, то это значит только одно – россиянам не нужны изменения и не нужны сами выборы. Тогда зачем их проводить? Раньше были рассуждения о том, что имитацией выборов царь закладывает основы своей легитимности для цивилизованного мира. Но с этим уже можно не носиться, поскольку он регулярно твердит о том, что он либо уже воюет с НАТО, либо готов начать войну с Западом. Каждый раз он это формулирует по-разному, но из этого можно сделать простой вывод. Если ты говоришь о войне с Западом, то производить на него впечатление нет никакого резона. Это все равно, что взять и нарядить рождественскую елку в июле. Оно, конечно, когда у вас имеется собственная елка и то, чем ее наряжать, то можете это делать когда угодно, но эффект все равно будет не тот. Но если этот цирк не был нужен стаду, которое в принципе было бы не против назначить Прутина царем пожизненно, значит это нужно было ему самому. И совсем не для того, чтобы посмотреть, сколько там за него эта сволочь отдаст голосов. Он ее как грязь расходует на войне в Украине и не имеет никакой рефлексии, а тем более пуйлу плевать на то, что при этом стадо думает. Он прекрасно понимает, что получил в распоряжении породистых потомственных рабов, которыми легко можно и нужно править с помощью кнута и пряника. В отличие от рабов древних веков, его рабы имеют важные отличия. Кнут получают они, а в награду за хорошее поведение они могут посмотреть, как хозяин обжирается пряником. И главное, рабов это устраивает, так что кто там со связанными руками? Несмотря на то, что Путина торжественно поздравила вся мировая гниль, и даже первым отметился сам неизменный подстрекатель и заказчик, в самой выгребухе настроения становятся все менее радостные. Правда тут надо отметить, что ни к чему конкретному эти настроения не приведут, поскольку известный принцип «трам-пам-пам, а мы крепчаем» там никогда не перестанет быть актуальным. Тем не менее, жители Белгорода все больше приходят к мысли о том, что не такую войну они поддерживали. И убеждает их в этом как относительно небольшая группа повстанцев, так и собственные военные, которые лупят, почем попало. В сети уже масса фотографий с торчащими из стен многоэтажек ракетами от ЗРК «Панцирь». Они имеют очень узнаваемый внешний вид, и потому там даже не сомневаются в том, кто лупил этими ракетами. Нынешний затяжной рейд на территорию Курской и Белгородской областей, а также ожесточение, с которым ведутся боевые действия, отчасти поясняются тем, что в этот раз в атакующую группу вошел солидный отряд бойцов из Ичкерии. Они прекрасно помнят о том, что имеют очень длинный список долгов за уничтожение десятков тысяч своих соотечественников, и теперь у них имеется возможность поквитаться и предъявить счет за то, что оккупанты сделали с их родиной. Причем это не кадыровцы, воюющие за ништяки разного сорта, а идейные бойцы, которых ведет в бой кровь их убитых и умерших под пытками родственников. Им не нужна материальная мотивация, они и так мотивированы на максимальный ущерб врагу. Но сами жители Белгорода уже четко знают, что такое прилеты и разбор завалов. Так сегодня был прилет по заводу «Энергомаш», и если два года подряд все летело исключительно по Харькову, а жители Белгорода невозмутимым тоном рассуждали под камеру о том, что именно полетело по соседнему городу, то теперь они видят то, что видели харьковчане прямо на своих улицах. Помнится, как прошлой весной брали интервью у жителей этого города о том, поддерживают ли они войну, и все как один были «за». И вот теперь они с удивлением наблюдают, а что они наблюдают, смотрите по ссылке под этим видео. Как можно понять, у них еще нет автомата на действие во время налета. Как минимум, отойти от окон и отработать принцип двух стен, а у кого есть время и возможность уйти в укрытие. Они еще стоят на балконе и с раскрытой варежкой смотрят на обстрел. В общем, война оказалась немного не такой, какую они заказывали. Но не только в прифронтовой зоне мысли бродят совсем не о выборах. В разных пабликах рассуждают о том, что будет, если ВСУ продолжит утюжить НПЗ и остальную энергетическую инфраструктуру. Мы уже не замечаем генераторов, которые стоят чуть ли не под каждым домом, и у каждого имеется хотя бы один мощный пауэрбанк. Но автомобилисты стараются держать бак полным на всякий случай. У них же пока идет подход к этой теме, но уже на уровне экспертов. У кого есть желание, могут почитать вот этот пост. А у кого нет времени или желания, эксперты пишут о том, что проблемы с топливом возникли уже. Другое дело, что есть запасы, накопленные специально на случай войны, и пока ими еще можно компенсировать выбывшие мощности. Но если дело с атаками на НПЗ будет идти тем же темпом, то компенсировать эти самые мощности придется предприятиям, расположенным на Дальнем Востоке и за Уралом, а потом цистернами гнать в европейскую часть страны. Но в таком случае ляжет ЖД, такое логистическое плечо, перегрузит возможности железной дороги в направлении Восток-Запад. И, между прочим, это повлияет на военную логистику, которая идет приоритетом. В общем, война постепенно приобретает не тот вид, который они все хотели. Но уже поздно. Назад не отыграешь. И прямо сейчас, пусть и немногие, но уже начинают просматривать контуры новой реальности. И она их не радует. Субтитры создавал DimaTorzok